Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 698 из учебника математика 6 класс Веленки Джохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Найдите значение выражения. Дано вот такое выражение, если и дано под буквой А, чему равно Х, чему равно А, и также под буквой Б, чему равно второе А. Второй вариант. Итак, то есть нам нужно это А подставлять вместо нашего А в числители и то, что мы найдем, уже считать. То есть здесь мы будем иметь дело, нам нужно с тобой знать, как работать с дробными выражениями, потому что мы будем именно с этим иметь дело. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Итак, а я думаю, что для начала мы немножко поработаем с самим, до того, как мы будем подставлять значения, поработаем с самим дробным этим выражением. Что мы можем здесь сделать? Для начала, если в числителе А, то мы можем это представить как А умножить, 1 разделить на вот это выражение. То есть А мы можем и сбоку записать и умножить. И здесь, и здесь. То есть получается, что А мы можем вынести за скобки. Давай это сделаем. И в скобках у нас останется 1 разделить на данное выражение. И здесь 1 разделить на данное выражение. Далее теперь мы можем посчитать то, что у нас в знаменателе. 5,7 отнять 4,5 будет 1,2. И здесь у нас будет 7,2. Далее приводим к общему знаменателю 7,2. Для этого 1,2 нужно умножить на 6. И числитель и знаменатель дроби. В итоге у нас получается под общей чертой дроби 6 плюс 1. Я уже без скобок ставлю, потому что уже под одной чертой дроби. В итоге у нас получается, здесь будет 7,2. Я сразу умножаю на 10, для того чтобы и числитель и знаменатель дроби на 10, чтобы избавиться от запятой. У меня получается 70,72. И я вижу, что могу еще сократить на 2. У меня получается 35,36. Ну, а теперь уже вместо а я подставлю наши данные значения. Итак, первое у нас, если а будет равняться вот такому выражению. Ну, что ж, записываем то, что у нас получилось. И затем вместо а подставляем вот это полностью все выражение. Для начала я вижу, что смешанные дроби я представлю в виде неправильных дробей. Далее приведу их к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 35, потому что 7 и 5 взаимно просты. Дополнительный множитель 5, дополнительный множитель 7. В итоге у меня получится здесь 75 плюс 63. И общий знаменатель 35. Запишем это. И дальше 75 плюс 60. Не забываем, что умножаем. Еще у нас там дробь есть, да. Получается у меня 138,36. Как у меня это получилось? 35 и 35 у меня сократилось. Видно, да? Потому что мы умножали и мы сократили. Здесь у меня 138, здесь 36. Поэтому 138,36. Мы смогли еще сократить на 6. Получилось 23,6. И выделили целую часть. Это 3,5. Так, ну и b, если у нас х будет равняться другому выражению, тогда в наше выражение вместо а мы подставляем вот это. Что здесь мы будем делать? 1 минус 0,6 мы можем посчитать. Это 0,4. 1,8 умножить на 0,4 это 0,72. Посчитать легко. 18 на 4, 72. И отделяем два знака за пятой. Потому что здесь два знака отделено. Далее мы можем... 72 у нас точно делится на 36. Да, и будет 2. Но поскольку здесь 0,72, то и в ответе у нас будет не 2, а 0,02. И умножаем. 36 уже сократилось. Да, 0,72 и 36 мы сократили на 36. И осталось только 0,02 умножить на 35. Это получается 0,7. И на этом задание решено. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также ты можешь решить самостоятельно, перейдя по ссылке под этим видео на наш сайт. Похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...